Хочу вас познакомить с обучающим роботом Квинси, который поможет вашему ребенку научиться рисовать, изучить буквы, также писать слова, изучить цифры и счет. Робот расскажет много интересных фактов о предметах, растениях и животных, которые он будет рисовать, что входит в комплектацию. Робот Квинси выполнен из приятных материалов, замечательного цвета и интересной формы. Он оснащен глазом, камерой для сканирования карты, ручки, держатели фломастера, они идут на магните. Есть кнопка повторения, далее, стоп, с обратной стороны кнопка включения-выключения и регулировка звука. Порт под microUSB, поскольку робот идет на аккумуляторах, работает он 4,5 часа, а затем его можно зарядить с помощью кабеля. В комплектацию входят карточки, 24 карточки с рисунками, они имеют уровни сложности, красный самый простой, голубой, желтый и зеленый, самые сложные. Также 4 карточки с математическими заданиями. Так и изображения могут быть такие, например, рукавички, например, животные и фрукты, овощи. Далее, в комплектации есть 34 карточки с алфавитом, 10 карточек с цифрами. Все карточки с обратной стороны имеют изображение QR-кода, который считывает робот и выполняет задания. В комплектацию входят два маркера, но также рекомендуется использовать гелевые ручки, получается более четкое изображение. Ну что ж, давайте испытаем нашего робота и посмотрим, что он умеет. Квинти проговаривает каждый свой шаг на украинском языке. Привет! Я робот Квинти. Я навчу тебя малювати. В данный момент он устраивает ручки для дальнейшей работы. Поставь меня на аркуш паперу и закрепи фломастер в моих руках. Чтобы начать игру, натисни на будь-якую кнопку. Закрепляем фломастер. Бумагу лучше использовать формат А4. Отже, мы готовы. Возьми соби аркуш и оливец. Обери будь-якую картку с малюнком и покажи мне ее QR-код. Например, выбираем красную карточку. У нас яблочко. Ребенок параллельно берет листик. Будет повторяться роботом. На обратной стороне он с QR-код. Сканируем, размещаем между фломастером и камерой. Чудовый выбор. Давай научимся малювать яблуко. Натисни на кнопку посередині, щоб продовжити. Почнемо з малювання вигнутої лінії у формі вушка. Переконайся, що в тебе вийшло велике півколо зверху та маленьке знизу. Кожного разу натискай на кнопку посередині, щоб продовжити. В тебе вийшла половинка яблука. Тепер намалюй таку ж саму половинку праворуч. Переконайся, що обидві частинки яблука перетинаються по центру зверху та знизу. Це проста форма яблука. Давай домалюємо хвостик. Ти молодець. Додай відблиск світла, щоб малюнок вийшов більш реалістичним. Намалюй довго вигнуту лінію у нижній лівій частині яблука. А потім намалюй маленьку вигнуту лінію праворуч у верхній частині яблука. І на завершення додамо листочок. Намалюй форму листочка ліворуч від хвостика. Чудово! Ми намалювали яблуко. Давай разом напишемо це слово. Чи знаєш ти, з яких літер воно складається? Візьми картки за плеткою, знайди літеру Я та проскануй її. Нашли. Букавку Я. Тут теж QR-код. Чудово! Наступна літера – В. Відшукай її та проскануй. На примері яблочко ми увиділи, як квінсію рисують і як с ним можна прописати слово, озвучив кожну букву. Можуть бути також персик і ін другие отожния фруктів і животних, а персич interview. Математические карточки – это у нас фруктовый сад, комната, улица и зоопарк. Здесь уже Квинс рисует изображение, рассказывает много интересных фактов, а также предлагает решить математический пример с ребенком. Вот так вот выглядят различные предметы. Он может сказать, давай с тобой посчитаем, сколько цветочков изображено, или давай сколько животных, лиолюточек, или давай сколько всего предметов изображено на нашей картинке. И потом предлагает прописать математический пример. Робот-худорник Квинс может стать первым учителем вашего ребенка, но и также хорошим другом. Научит рисовать фрукты, животных, предметы, научит писать слова по буквам, математике и расскажет много интересных историй на украинском языке. Так что с таким роботом будет точно интересно, весело и легко учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова